Как же отличить натуральную кожу от искусственной? Этот вопрос периодически волнует каждого из нас, когда мы покупаем себе изделия из искусственной кожи или из натуральной, и думаем, как же выбрать. Ну, во-первых, на продавца я бы рассчитывать не стал, так как они, не моргнув глазом, назовут вам искусственную кожу натуральной или, в крайнем случае, эко. Что же скрывается за этим эком, вы уже поняли сами. Сразу говорю, что отличить искусственную кожу от натуральной очень сложно. Даже специалистам, не то, что рядовым покупателям. Если это обувь или сумка из искусственной кожи на текстильной основе, то все кромки будут подогнуты или залиты полимером, чтобы вы не увидели срез. Если же вам все-таки удалось увидеть срез кожи, то на срезе у натуральной кожи он неровный и шероховатый. Вы увидите множество переплетенных между собой волокон. У искусственной кожи вы увидите ровный и гладкий срез. Если же это изделие попроще, то с изнаночной стороны вы увидите текстильную основу. Если же полимерное покрытие нанесено с двух сторон искусственной кожи, то основу вы не увидите, только если в середине открытого среза. Проверьте у изделия из кожи эластичность. Натуральная кожа покрывается морщинками и постепенно возвращается в свое исходное состояние. А изделие из искусственной кожи практически не изменяется. Посмотрите на ярлык, который, как правило, прилагается к качественным изделиям. Если ярлык выполнен в форме ромба, то это изделие из одного из вариантов искусственной кожи. Если же ярлык вот такой фигурный, то это значит, что изделие из натуральной кожи. Но ярлык для изделий из рециклинговой кожи, так как она почти натуральная, тоже будет фигурный. На ярлыке изделия из натуральной кожи может быть написано genuine leather, натуральная кожа. Или vera pelle, натуральная кожа по-итальянски. Eka pelle, соответственно, эко или искусственная полиуретановая кожа. Queer, это по-французски. Eichleller, кожа ягнят по-немецки. Или подобные надписи, которые вы можете перевести. Как не стоит проверять кожу? Некоторые специалисты рекомендуют проверить ее на контакт с водой. Якобы натуральная кожа промокнет, а с искусственной кожей вода стечет. Это не так, это зависит от того, какой вид поверхности у натуральной, искусственной кожи, какой вид отделки, в зависимости от чего может промокнуть и та, и другая кожа. Не очень информативен и запах так называемой натуральной кожи. Во-первых, он может быть, а может не быть, как у хорошей искусственной и у натуральной кожи. А во-вторых, у фальсификаторов уже имеются прекрасные отдушки, имитирующие запах натуральной кожи. Информация о том, что поры у искусственной кожи расположены определенно, а у натуральной хаотичны, они разные по глубине, тоже устарела. Кож зам и здесь уже идеально маскируется под кожу натуральную. Царапая кожу тоже толку вы не добьетесь. До текстильного основания вы не доцарапаете, только если за вас делает это ваша собака или кот, но уже дома. А регенерированная кожа вообще не процарапается. Для меня единственный верный способ это поджечь образец. У натуральной кожи вы почувствуете специфический запах, который правильно называется запах жженого рога. У искусственной кожи такого запаха в принципе нет. Если же вы рискнете поджечь ПВХ кожу или полиуретановую, то вы прочувствуете весь спектр таблицы Менделеева. Оксид и диоксид углерода, легкие нотки хлористого водорода и хлор на послевкусии. С полиуретановым покрытием центральный запах оксида и диоксида углерода, легкий флер синильной кислоты и неподалеку легкие карамельные оттенки оксида и диоксида азота. Но регенерированная кожа при поджигании будет пахнуть абсолютно так же, как и натуральная. Не следует также забывать, что и натуральная, и искусственная кожа могут быть обработаны самыми разными химическими препаратами, придающими ей внешние эффекты, поэтому запах при их поджигании тоже будет смешан. Те, кто предпочитает сингл-моль, поймут меня и разберут этот запах на отдельные нотки. Но кто же вам даст поджечь кожаную куртку Гуччи за 2000 долларов? Как видим, выяснить качество и степень натуральности изделия достаточно сложно, а порой просто невозможно. Поэтому покупайте изделия проверенных брендов, смотрите на цену, ведь чудес в торговле не бывает. А главное, смело покупайте проверенные изделия из искусственной кожи и будьте довольны и счастливы. Всего хорошего, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok